добрый день дорогие друзья меня зовут оля добро пожаловать на мой творческий канал и в этом видео я хочу поделиться своими долгожданными розами это голландская роза которая у меня вообще никак не получалось очень много было потрачено на нее времени и наконец-то я сделала хотя бы приблизительный результат который устраивает и который мне нравится и с огромным удовольствием делюсь этим результатом с вами и приступаем и начинаем с лепестков для бутона нам понадобится сначала два лепесточка размером 3 на 7 сантиметров и как обычно складываем пополам вырезаем форму капельки но при этом нужно стараться вырезать лепестки так чтобы нижний край лепестка был очень тоненьким эти два лепесточка мы растягиваем очень сильно не придавая никакую форму просто растягиваем за основу я беру капельку из фольги она мне слегка не газистая получилось но это и не принципиально размер капельки 5 сантиметров на 3 сантиметра и нижний край капельки должен быть довольно толстеньким наношу клей на первый лепесток практически на всю поверхность и приклеиваем чуть чуть выше самой капельки где-то на 1 2 миллиметра полностью обклеила фольгу и затем приклеиваю второй лепесток напротив первого на уровне с предыдущим лепестком подклеиваю обязательно края с обеих сторон и мы просто этими двумя лепесточками закрыли фольгу затем берем такие же размеры лепесточков и точно так же вырезаем форму капельки опять акцентирую на то что нижний край лепесточка должен быть очень тоненький и растягиваю я начинаю растягивать внизу внизу побольше а сверху практически не трогаю таких лепесточков нам понадобится восемь штук и начинаем теперь формировать сам бутон наношу клей на половину лепесточка и приклеиваю на одном уровне с нашей с нашим верхним краем и обратите внимание что края этих лепесточков я не приклеиваю просто прижимаю самому бутон на первый ряд я приклеиваю три лепесточка накладывая один на другой где-то на половинку предыдущего стараюсь делать все на одном уровне и и последний лепесточек как обычно завожу под первый затем приклеиваю еще пять лепесточков и стараюсь это делать чтобы они были в шахматном порядке ну принцип точно такой же накладываю один лепесток на другой где-то на половину на одном уровне на одной высоте и прижимаю только края их края то есть боковые стороны лепесточков и я не приклеиваю просто как следует прижимая к самому бутону здесь очень важно обратить внимание на то чтобы лепестки ложились очень красиво потому что нам нужен очень красивый бутон бутон наш готов обязательно не забывайте заводить последний лепесточек под 1 даже если у вас приклеился как у меня можно немножечко отогнуть лепесточек и завести под него последний готов бутон переходим к следующим лепесткам беру бумагу размером три на семь с половиной сантиметров вырезаю точно так же то есть форму лепесточка в виде капельки растягивать сначала не растягиваю просто подгибаю верхний край отступив где-то два сантиметра ножницами выгнула как следует затем начинаю растягивать снизу низ посильнее растягиваем серединку и вверх немножко затем ту часть которую мы загибали ножницами немножко делаю его волнистым этих лепестков нам нужно будет 10 штук и приклеиваю я их точно также единственное что чтобы выгнутый наш край был на этом уровне на одном уровне с самим бутоном то есть чтобы выгнутый край был не выше не ниже следите за этим и тогда роза будет формироваться очень красиво и сначала я приклеиваю 5 лепесточков приклеиваю последний пятый лепесточек в этом ряду и тоже завожу его под первый в принципе можно было бы оставить и с одним рядом наших таких волнистых лепестков мне захотелось чтобы роза была более объемной и более интересной поэтому я приклеиваю еще пять лепесточков и таким образом мне кажется что роза практически схожа с настоящей голландской розы при приклеивании лепестков нужно обязательно учитывать то что наш верхний край цветочка должен быть тоненьким а наоборот нижний край цветка должен быть подолще поэтому я немножко прижимаю для этого я прижимаю немного лепестки сжимаю верху роза готова и теперь те лепесточки которые из которых мы формировали бутон я немного отгибаю чтобы у нас не было резкого перехода чтобы роза как будто бы бутон понемногу раскрылся и теперь чашелистик размер чашелистика 5 на 6 сантиметров делаю как обычно вырезаю зубчики откручиваю и растягиваю их растянула каждый зубчик после этого я растягиваю немножко еще всю саму заготовку наношу на нее две полоски клеем и приклеиваю к розе и приклеивают так чтобы у нас зеленая бумага заходила на проволоку так нам будет удобнее ее потом в дальнейшем тейпировать приклеила плотно обкрутила проволоку и теперь беру кусочек тейп ленты зеленого цвета ее можно заменить на полоску гофрированной бумаги и тейпирую стебель розы и отступив где-то два два с половиной сантиметра я прикручиваю листики прикрутила затейпировала и моя роза готова и если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь не забывайте нажимать на колокольчик всем пока пока